всем привет и добро пожаловать на мой асмр канал я продолжаю показывать вам свои обновки на лето свои покупки и покажу в числе обновок на лето некоторые вещи, которые я привезла со своей поездки на Ибицу я была в отпуске на Ибице и туда кое, что привезла, но это не сувениры, это обновки поэтому они не будут в отдельном видео а будут выходить в это видео с обновками на лето итак, как я обещала вам в прошлом видео у меня есть еще одна пара новых очков это Bottega Veneta первый раз я приобрела что-то от Bottega Veneta это мое первое знакомство с этой маркой к сожалению у футляра не было а только вот такой вот чехол который тоже, к сожалению, сделан не из настоящего плетения Bottega Veneta а просто такое тиснение зажали они настоящий настоящий плетеный футляр вот такие вот красивые очки очень красивый фиолетовый цвет они хоть и зеркальные, но тем не менее пальцы, глаза видите, глаза через них видны этот момент мне очень тоже нравится то есть они не полностью такие плотные мне нравится когда видны глаза через стекла очки очень такие элегантные я не знаю, вы можете на камеру это видеть или нет золотая оправа сделаны сделаны не очень так качественно очень приятно держать их в руках я еще пока что в них по моему не фотографировалась но я исправлю это думаю что на тот момент когда видео выйдет я уже сделаю несколько фотографий в этих очках и вы сможете их увидеть в инстаграм и вы сможете их увидеть в инстаграм вот такие вот были мои очки на лето вторая пара мне нравятся еще некоторые но не знаю буду ли я приобретать их те которые мне нравятся очень дорогие эти тоже конечно не дешевые следующий аксессуар который я приобрела совсем недавно это вот такая вот бейсболка такая кепка ярко-фуксиевого цвета именно это мне в ней понравилось но вы же знаете что я цветоед меня можно купить на цвет и здесь вот такое сочетание фукси с золотом к тому же это металл очень мне понравились эти золотистые буковки логотип с таким ярко-фуксиевым цветом это Томми Хильвегера это Томми Хильвегера несмотря на свой такой врыви глаз цвет я думаю что фукси в общем то сочетается со многими цветами особенно летом и белый и желтый и зеленый и черный да какой угодно как акцент она весьма красива к тому же вы знаете что у меня есть небольшая фуксиевая сумочка от Эвсен Лоран которая тоже так же выполнена в таком цвете с золотым логотипом я думаю что вместе они будут неплохо смотреться а как вы думаете в любом случае покажу когда сделаю фотографию так теперь украшения первое это вот такое вот кольцо из порцелана из фарфора осколок фарфоровой посуды давно хотела нечто подобное и вот наебиться мне понравилось одно одна женщина которая делает их сама продавала особенно мне понравилось вот это белосиний такой вот мотив под кшель что ли у меня достаточно много есть вещей белосинего цвета платье блузки я думаю что как летний вариант очень неплохо должно сочетаться в общем нравится мне кольцо серебряное следующее украшение с этой маркой я вас уже знакомила и говорила тогда что я хочу приобрести больше украшений от нее и вот я заказала себе вот такие синие серьги вы же помните я вам рассказывала что можно выбирать цвет и мотив то есть самим можно быть дизайнером своего украшения именно это мне понравилось очень в этой марке и вот я в этот раз заказала такие синие серьги очень мне нравится вот такое вот кольцо медуза каркона тоже мне нравится оно такое крупное такое необычное класс я очень довольна но и красное тоже заказала белое такое у меня есть это такое безразмерное кольцо на любой палец в общем вот с красным маникюром вот с красным маникюром довольно неплохо и интересно смотрится довольно неплохо и интересно смотрится вот это то что касалось украшений пишите пишите кстати как вам нравится мое колечко из осколка фарфоровой посуды познакомилась я на ибитце с такой интересной маркой новой для меня которая называется карма о шарм это обувь это вот такие вот сапоги но это летние сапоги это не зимняя обувь кому интересно кому интересно это итальянская мануфактура которая шьет все вручную и позиционирует это это марка себе как ибитца стайл ибитца довольно много женщин носят нечто подобное подобную обувь она делается там в виде сандалий в виде более высоких сапог с бахромой с вырезами но всегда с вот такими вот всевозможными цацками всякими цепочками колечками заклепками шнурами кожаными плетеными какими угодно и я выбрала себе вот такие вот бирюзовые сапоги но опять таки повелась на цвет на цвет потому что думаю что вот такие сапоги такого цвета морской волны это то что надо на лето под загорелые ноги под загорелые ноги сапоги это не что иное как такие магазины просто высокие они очень мягкие но подошва вполне себе такая не летняя а зимняя пахнут кожей очень интенсивно кстати пахнут кожей вы же знаете как я люблю цацки ничего подобного у меня еще не было из обуви то есть у меня никогда не было никаких ковбойских казаков или чего то еще ну в общем в этот раз решила все таки они мне очень понравились ну а наверно из-за еще того что на ибице много женщин носят хиппи наверное они хиппи косят под хиппи на ибице вообще раньше жили было сборище хиппи в семидесятых восьмидесятых но они по-моему все там таки остались до сих пор жить у них там множество всевозможных лавочек в которых они продают всякие изделия украшения одежду для хиппи они курят марихуану прямо у себя в магазине и там играет определенная музыка которая просто поглощает вас полностью в этих магазинах в этих лавочках можно находиться бесконечно и вот я думаю что эта марка наверное скорее всего начала производить эти или продавать и позиционировать как и пицца стайл наверное из-за того что там так ходят в таких вот подобных сапогах в такой обуви в таком стиле как вам нравится на ноге они смотрятся классно конечно если сильно жарко то вряд ли я их буду носить но если там прохладное лето то вечерком можно надеть мне очень нравится здесь здесь кстати были запасные стельки которые я уже туда внутрь сапожек поместила ну и чтобы продолжить тему обуви и магазин покажу вам сейчас еще одни интересные магазины которые я приобрела на лето а может и не только на лето это вот такие змеиные когда-то очень давно у меня были подобные магазины со змеиным тиснением и принтом и я их очень любила сносила до дыр они довольно универсальны подходят под любой аутфит не зная на то что они вроде бы такие ну вполне конкретный такой рисунок они все равно смотрятся очень нейтрально и натурально и сочетаются со всеми цветами да и бринтами тоже я так вижу во всяком случае именно потому что это такой природный натуральный мотив долго не могла я найти нечто подобное как-то магазины они вышли из моды на какой-то период времени их как-то не сильно продавали и не было именно вот змеиного мне нравятся именно змеиные принты ну наконец-то я их нашла еще одну пару летней обуви я хотела вам показать перед тем как я начну их носить вы знаете я показываю всегда только новую обувь это вот такие сандалии которые по весу больше напоминают собаки или тяжелые они на самом деле очень тяжелые увесистые прямо и признаться честно я покупала эти сандалии под свою красную сумку прадо если вы помните она такого же красного цвета и с золотой фурнитурой как-то мне хотелось под эту сумку обувь ну вот приобрела такие это на зипа и хло марка тоже сделаны они вручную кожаные понравился мне этот дизайн эти цацки в общем-то пока я им довольна но не знаю как они будут носиться я думаю что они не такие уж ультрамодные скорее более классические и из мод не выйдут быстро но тяжелые как для сандалии то у них видимо подожва такая весит прилично это было все на сегодня ребята напишите как вам понравились мои обслуживания обновки мне действительно интересно ваше мнение и не забывайте конечно же подписываться на мой канал проверьте подписаны ли вы нажимайте на колокольчик заходите в мой инстаграм чтобы посмотреть как на мне все это смотрится но если вам интересно конечно я желаю вам всего лучшего всего самого доброго надеюсь у вас у всех уже запланирован летний отпуск отдых на море в горах ну и где вам там нравится и надеюсь что в этом году нам всем повезет попасть на отдых а не так как в прошлом и так пока 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 я